МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. В студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Заботливые руки, горячие сердца. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники страны. Борьба продолжается. На ликвидацию борщевика Сосновского в этом году выделено почти 9 миллионов рублей. Штраф за нарушение закона. Проверка наличия кассовых аппаратов в местах торговли приносит результаты. Чувашия – регион, где воплощаются инновационные технологии в системе социального обслуживания. В 43 организациях республики сегодня трудится более 6 тысяч сотрудников. Лучшие региональные практики и инициативы в социальной сфере на примере разных субъектов страны обсудили сегодня на видеоконференц-связи с участием президента Владимира Путина. В стране отмечают День социального работника. Татьяна Дудина всю жизнь проработала на заводе инженером. После выхода на пенсию решила посвятить себя тому, что приносит ей радость. И вот уже три года, как она помогает семьям, в которых не всегда есть с кем оставить детей. Вот Ульяне было два года, когда я к ним пришла. Маме надо было в школу сходить со старшей дочерью, а Ульяну не с кем оставить. Вот так и пошло. Когда с детьми общаешься, с маленькими, вроде как и сама веселее становится, что ли. При необходимости бабушки могут прийти и помочь. Так как у меня ребенок был маленький, мы с удовольствием сюда пришли. Нам дали бабушку Татьяну Васильевну, она очень хорошая. Она сразу с нами поладила, нашла общий язык с нашими детьми. Она всегда энергична, она и в футбол может сыграть, и книжку почитать. Я очень довольна, я очень рада, что есть такой проект. Хочется, чтобы этот проект дальше развивался. Социальный волонтерский проект «Экспресс бабушки» реализуется на базе комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар с 2016 года. Активные пенсионеры абсолютно бесплатно помогают многодетным, малоимущим, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Именно поэтому в РИД «Экспресс бабушек» охотно берут медиков, воспитателей, соцработников на пенсии. Сейчас в команде 42 бабушки и все на расхват. В первую очередь у нас психологи проводят работу, тестирование, и проверяем, знают ли они детскую психологию. Потом встречаемся уже мама, дети, бабушки, смотрим, какая бабушка к какому ребенку тянется, ребенок к кому идет. И после этого только они уже начинают работать. На сегодня у нас 47 «Экспресс бабушек», охватывает 44 семьи. Проект волонтеров серебряного возраста «Экспресс бабушки» – один из тех, что дает женщинам на пенсии возможность быть востребованными и полезными. Он удостоен диплома конкурса лучших социальных проектов России. Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал особое человеческое измерение вашего труда. Осознал, что на деле в реальной жизни означает служение обществу, какие поступки обладают великой нравственной силой и душевной счастливостью. Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой просто героически, я вот не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, героически выполняли свой долг. Владимир Путин добавил, что в 2020 году был увеличен объем финансирования социальных проектов по линии фонда президентских грантов с 2,5 миллиардов до 5 миллиардов рублей. Это позволило поддержать более 6 тысяч грантов. В ближайшие дни объявят победители очередного конкурса. Это те социальные проекты, которые имеют весомое социальное значение. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Работников этой сферы чествовали и в столице республики. Профессиональный праздник объединил почти 6 тысяч социальных работников. У этих людей особое чувство сострадания и милосердия. Круглосуточно они приходят на помощь тем, кто нуждается в защите и поддержке. Несомненно, вот эта работа реализовывается достаточно системно в рамках реализации социальной политики государства. И как уже было сказано, по инициативе президента для того, чтобы систематизировать эту работу, реализовывать комплексно, а самое главное развивать последовательно, сегодня действует национальный проект демографии. Технологии, которые развиваются, говорят о том, что вот этот период трансформации и реализации такого подхода, оно совсем не за горами, оно очень близко к получению собственной квалификации и компетенции, делает возможным, еще раз говорю, оказать людям ту или иную поддержку просто, быстро, а самое главное, точно и в нужном месте, в нужное время. В республике планируется создать шесть центров социального обслуживания под единым брендом, два таких уже работают в Шумерле и в Козловке. На очереди АЛЛАТРИ канашного Чебоксарской Чебоксары. Это поможет расширить перечень услуг для людей старшего возраста. Более трех тысяч граждан дополнительно будут активно заниматься физической культурой, музыкой, обучаться компьютерной и правовой грамотности. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. Вопросы формирования управленческого резерва, развития кадрового потенциала Республики глава Чуваши Олег Николаев обсудил сегодня на встрече с деканом факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХИКС Ильей Шебураковым. Олег Алексеевич поблагодарил эксперта президентской академии за консультационное сопровождение на Петербургском международном экономическом форуме и выразил надежду, что Илья Шебураков примет участие в работе Совета экспертов, который призван формировать и готовить резерв управленческих кадров Чувашской Республики. В регионе второй год подряд проводятся конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», призванные, с одной стороны, пополнять ряды управленцев, с другой, помогать молодежи в продвижении по карьерной лестнице. Быть, стараться максимально полезными нашему региону. И постараемся помочь и привлечь, и оценить, и отобрать тех руководителей, в первую очередь, которые могут быть полезны республике, потому что очень важно их потенциал высвечивать, и очень важно находить среди них амбициозных людей, которые готовы работать на благо общества. Республике будет полезен опыт гостя, как члена экспертного совета Всероссийского конкурса управленцев и лидера России. Итоги 2020 года. Задача на предстоящих выборах, формирование народной программы. В Чебоксарах прошла 31-я конференция Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Почти 34,5 тысяч партийцев, 26 местных и более 1100 первичных ячеек. Так выглядит региональное отделение сейчас. Прошедший год выдался непростым. В условиях пандемии было сложно реализовывать некоторые партийные проекты. Прошедшая избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления в 2020 году показала, что жители доверяют «Единой России». По итогам голосования члены партии получили 90% депутатских мандатов. «Единая Россия» – это крупнейшая политическая сила, которая является опорой для нашего президента Владимира Путина в решении основных задач, которые стоят перед нашим государством. Поэтому мы, как команда президента, планируем в первую очередь сохранить максимальное представительство «Единой России» в наших представительных органах власти. В прошлом году партия поддержала кандидатуру Олега Николаева на выборах главы Чувашии. И сегодня «Единая Россия» работает с главой в одной команде. В конце мая завершилось электронное предварительное голосование по определению кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре этого года. За выдвижение кандидатов от «Единой России» проголосовал каждый пятый. Это один из самых высоких показателей в стране и рекордный для Чувашии. Конечно, это ответственность. Доверие его ведь важно не только получить, но и оправдать. Поэтому я, конечно, эту ответственность готов взять на себя и в случае избрания оправдать то доверие граждан, которое будет получено после подсчета голосов в единый день голосования. Я уверен, что все они люди достойные. Достойно будут представлять нашу республику на съезде «Единой России». Так что, дорогие друзья, у нас впереди очень много работы. Партия уделяет особое внимание социальной сфере. Сейчас в республике строятся три школы и девять детских садов. Более двух миллиардов средств было направлено на модернизацию наших школ и детских садов. И именно сейчас во всех районах республики уже комплексно модернизируются 54 школы. И туда заходит новая мебель для ребят с первой по четвертой классы. На 100% обновлены все пищеблоки в школах и детских садах. Уже началась подготовка предвыборной программы регионального отделения партии на выборы депутатов Госсовета Республики. Программа должна стать по-настоящему народной. Ее обязательно обсудят с жителями Чувашии. Учтут все их предложения. В завершении конференции избрали делегатов на 20-й съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 19 июня. Новым членам торжественно вручили партийные билеты. С начала открытия пляжного сезона в Чувашии утонули 4 человека. Последний несчастный случай произошел вчера днем в нескольких метрах от берега в районе улицы Афанасьева утонул 14-летний подросток, который находился там вместе с друзьями. Тело было обнаружено спустя несколько часов поисков. Обстоятельства произошедшего выясняются. В связи с наступлением жаркого сезона следственное управление призывает граждан избегать купания в необорудованных для этого местах, которые не могут обеспечить безопасность отдыхающих. Необходимо обеспечить контроль за время препровождения несовершеннолетних на досуге, а при их нахождении рядом или в пределах шаговой доступности от водоема следует быть предельно бдительными. Сотрудники налоговых инспекций теперь реже будут выезжать с проверками в места торговли. Причина тому – активное использование кассовых аппаратов. Вот и в ходе последнего рейда добросовестных предпринимателей оказалось больше. В этом кафе в обеденное время посетителей немного. Хозяин объясняет это последствиям пандемии. Многие выбирают доставку. Поэтому вполне естественно, что по сравнению с 2019 годом выручка уменьшилась. Сотрудники инспекции, конечно, верят, но на всякий случай проверяют, все ли в порядке. В течение последнего времени специалисты неоднократно информировали собственников о преимуществах работы с контрольно-кассовыми аппаратами. Взаимодействие с налоговыми органами теперь приходит в цифровом формате. И такая работа дала, конечно же, свои результаты. У сотрудников налоговых органов не будет необходимости выхода на торговую точку, чтобы контролировать предпринимателей, как они используют контрольно-кассовую технику. То есть на рабочем месте они смогут мониторить информацию, поступающую от онлайн-касс, и отслеживать, кто и сколько пробивает кассовых чеков. И уже по результатам анализа в отношении конкретных предпринимателей, скрывающих выручку, будут проводиться контрольные мероприятия. Поэтому мы призываем всех налогоплательщиков пробивать и выдавать кассовые чеки на каждую покупку. Чеки с кассовых аппаратов сразу попадают в базу налоговой. Между тем в федеральном ведомстве считают, что кто-то все же лукавит. Наличие чека может ни о чем не говорить. Могут быть и фальшивые. Проверить его подлинность можно с помощью мобильного приложения, отсканировав QR-код. Я думаю, это и для предпринимателей удобно. Не надо никуда ходить. Все уходит уже через кассу сразу в налоговую инспекцию. И все видно, все ясно и понятно. И налоговая, и предпринимателям занимает меньше времени. На рынке давно работаю. Раньше мы работали с товарными чеками, сейчас мы работаем онлайн-кассой. Очень удобно. Покупатели все довольны. Когда покупают оптом, им же надо в коллективе все отчитываться. Это очень удобно. В случае обнаружения сокрытия выручки предпринимателю грозят серьезные штрафы. В особых случаях руководители могут дисквалифицировать, а предприятие закрыть на 90 дней. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии идет активная борьба с опасным сырником, борщевиком Сосновского. Программа по его уничтожению разработана в Меселихозе Республики. Запланирован комплекс мер, направленных на локализацию и уничтожение очагов произрастания. О том, как борются с борщевиком в Комсомольском районе, смотрите в нашем материале. Для того, чтобы бороться с борщевиком, нужно хорошенько подготовиться. Надеть защитные сапоги, защитную маску. Защитный халат. Обязательно капюшон. Конечно, все это застегнуть. Перчатки. И можно приступить к работе. Это механический способ уничтожения. На территории села Комсомольское борщевик Сосновского уже занял 2,5 гектара. Борются с ним пока вручную. Но есть и химический способ. Пока его опасаются применять. Он может нанести ущерб окружающей среде, повредить траву, потравить рыбу в реке Упа, вдоль которой расположено село. Договор на ликвидацию борщевика заключен с индивидуальным предпринимателем. На сегодняшний день контракт заключен на сумму свыше 65 тысяч рублей. Выкапаем на корню борщевик, сам борщевик, а также триммером косим произрастание борщевика Сосновского. Борьба с борщевиком – это вопрос постоянный. Поэтому на этом мы не остановимся. Также займемся уничтожением ежемесячно. Не дадим дальнейшее произрастание. На борьбу с борщевиком из бюджета республики в 2021 году выделено почти 9 миллионов рублей. Средства направлены в те муниципальные образования, где выявлены очаги произрастания сорняка. Всего около 8 гектаров на площади произрастает борщевик Сосновский. Таких сельских поселений, как Камсомольское сельское поселение, Александровское сельское поселение и другие. Всего 5 сельских поселений. Люди работают, мы применяем такие орудия труда. Все вручную, там лопаты, косилки и тому подобное. В других местах, конечно, хотелось бы применить пестициды. Об этом мы думаем сейчас. Конечно, пока мы начали работать механическим способом. Главная цель – не дать разрастись сорняку дальше. Борщевик занимает земли, опасен для здоровья. Его ожоги долго заживают. Если выделенных денег на борьбу не хватит, в бюджете республики заложат дополнительные средства. Заверили в Министерстве сельского хозяйства региона. Почти сто лет строго по ГОСТу. В этом году Ядрин молоко празднует свой 90-летний юбилей. Как отбирается молоко, в чем секрет качества продукции, какие вкусные новинки появятся. Об этом и многом другом смотрите далее, а я прощаюсь с вами. До завтра. Кефир, ряженка, снежок, творог. Линейка Ядрин молока насчитывает более 100 наименований. Каждый любитель молочной продукции обязательно найдет подходящий для себя вкус. Мы покупаем современное оборудование. Во-вторых, высокопроизводительное оборудование. И самое главное – это качество выпускаемой продукции. К нам приходит только натуральное молоко. Перед приемкой молоко проходит тщательный контроль качества. Каждую неделю сырье всех поставщиков отправляется на проверку в независимую лабораторию. Молоко-сырье у нас отбирает лаборант. Оцениваем мы по более чем 20 показателям. И любое отклонение от мотивов от ГОСТа значит молоко возвращается назад к поставщику. У нас стоит в основном импортное современное оборудование, которое позволяет в течение двух минут оценить основные показатели при физико-химическом контроле молока. Ежедневно здесь перерабатывается более 200 тонн молока и мощности производства постепенно наращиваются. Открыли еще одну новую линию по розливу молока в полиэтиленовые бутылки. Более современного и производительного оборудования в этой отрасли в республике нет. Мощность розлива на новой линии 8 тысяч бутылок в час. За считанные минуты из простой заготовки рождается бутылка со свежим молоком. В скором времени появятся и вкусные новинки. Это витаминизированное молоко с витамином D из солнечной чуваши. Дальше у нас одна из новых позиций – это молоко с низким содержанием жира, полтора процента. Кроме этого, в компании «Ядрен молоко» планируют запуск производства сыров, мороженого и детского питания. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.